дорожные и не в машинку может быть все дело вон скидок короче не все разговаривают по английский в индии я приехала покупать провода дедушка который стоял в магазин ему было проще уйти или цереваться вместо того чтобы понять что я хочу так что вот я стою у пустого магазина ждала дедушку который вернется просто не обращает на меня внимание уже минут десять они посмотрели пошатали вот это вот головой индийская ждем надеюсь что я попыталась то есть сейчас она хитрена короче дедушка очень смешно среагировал на меня я когда подошла он просто ушел из этого магазина и вот он стоит там я к нему просто перевела на хинди говорю хочу все провода на байк он такой покачал головой и все стоим ждем у нас как будто миллион времени и как будто мы никуда никогда не торопимся мы никогда не торопимся так что ждем пока они это все сделаю вообще очень много здесь запчастей на баджач но обязательно переводите на хинди перед посещением потому что не знаю там виски и ваще чей подзад мы че ждем с крокодилом с монтаной ждем пока нас на нас обратят внимание только я собралась уехать у меня отправили тут же короче нашелся человек которого есть провода так что ждем у кого-то новенькие байки у кого-то потому что я у него у меня байк я живу это не знаю как заводить так смешно вынул ключи когда я подошла к байку пульсар очень смешно ну ладно ждем ну короче баджаза это местные индийские байки они сделаны специально для инги и венджер стать приводится как супергерой так вот я приехала в другой центр это баджаж центр в максе и пытаясь купить себя провода провода у меня вот в таком вот виде как на этом ездить а если еще перед каждым заведением не надо перед ним танцевать я хочу наладить отношения с проводами и вот сейчас приехала в центр меняется все провода покупайте лампочки и поворотники за ним последние минуты мои крутая зябра вот так вот она была сделана попрощайся когда человек знает он позаводился позаводился и все я опять не встал вот я отошла я отхожу от него может быть он заводится все мы что-то нашли голубенькая синенькая может я новую кнопочку ну так вот тут же провода у женщины с байки ура 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 мне поставили кнопочку новую на рукоятку и он завелся прямо все так и завелся так что супер знаете если у вас поджать ребята вот здесь вот очень толковые они очень быстро загнали байк посмотрели все поняли где чё и выислили даже что у меня не болит не работает ручка на ручке кнопка вообще дело не зато электрики так что всегда волком у ребят есть ватсап я упущу чуть ниже в комментариях сюда вы можете написать и спросить про детали нет ребята очень толковые на самом деле стоит это все копейки вот столько вот всяких частей и считаю что это единственный центр макси который стоит ездить и чинить ваши бацажи бацажи бывают разные только бацаж но любой вообще любой можно взять починиться или купить любые запчасти сейчас лицо треснет просто он может работать у него еще и фара включилась смотрите фара работает короче все отлично ребята все сделали и отлично совершенно байк у меня практически новый вот причем и на максинском рынке оставила байк вот так вот нам дали концерт быстренький барабанове и чем иду смотреть открыть раму кришна если открыть раму кришна то у него возьму палочек если нет то сто лет пойду куплю сейчас ткани и поеду домой уже и так переделал за сегодня с раму кришна это его значит ткани раму кришна красивая новая вискоза все есть новая вискоза так что если что приезжайте каждая максу у меня через цветы проходит так что это тоже не будет исключением пойду возьму все цветочков и на самом деле даже локдаун не мешал ездить за цветочками сюда потому что уж слишком сильно я люблю цветы чтобы от них отказываться ради какого-то вот здесь вот есть магазинчик которым есть абсолютно все для шитья по часа это хочется это . поставлю а мы продвигаемся к цветам смотрите чё у нас здесь сейчас будет я такая иду иду вроде все не предвещают и тут вуаля поздравлю привет ты мне дай мне 1 кг об этом ваше роз сделаем 1 кг 1 галон Вангелин? Только роза сегодня. Сколько? 350 350 вангелин Арангелин? Называются цветы, которые вешаются на шее. А я иду к своей любимой бабушке за цветами. Она тут находится слева. Это все происходящее. Это называется лота. Вот такие вот. Она огромная. Сколько литров? 15. 15 литров, прикиньте. Вау! Тенки люби вас! Таких вот цветочков беру. Они когда распустятся, будут... Где был показать вам? Не понятно. Пахнут они просто потрясающе. Очень сладко. Вы хотели индию? Такая какая она есть. Вот она вам. Там вообще очень много цветов. Очень много радостных, улыбающихся людей. Они любят семейственность. А ну, Матыши. Я люблю. Спасибо большое. Очень, 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 очень добрая нация. Очень. Видишь как? Я иду просто по рынку соседнего города. Со мной все здороваются. Закрыт. Здесь развалы. У меня в детстве, когда жила в деревне, летом, у нас были точно такие же развалы в Ростове. Вообще час. Час дня и все закрывается, все скручивается, все уезжает до поры до времени. Не нужна, не нужна сумочка. Короче, я собрала все, что мне нужно. И я поехала домой. Все. Устала. Как этот парень устала. Очень сильно. Устала. Да, этот парень устала. Домочек и автомобиль. Да. Что такое? Элài патологи. Профsınız co. вообще карты продают что хочешь золотая духовка называется здесь можно вообще все что угодно попробовать даже пасты ну в принципе видите ролл 100 рублей вегеталинский ролл 90 сыр и курица 140 рублей практически один к одному ну может быть 150 манго сок 140 рублей с сын такой дороговастая кафешка но зато очень вкусно вот эти вот щасочки они с креветками такая траектория я починила байк забрала машинку она мне с собой и заехала в кафе поесть креветочки и попить кофе короче в индии здесь одно дело в день ребята если вы разошлись и сделали хотя по два или три дела в день вы имейте ввиду что вам на следующие дни нельзя будет ничего делать вообще встать с кровати это тоже дело сегодня у вас была катана была мапса был кофе поджаться магазины болотных короче же спина они по поехал ну не дали мне саму электрику поменять электрик поменял электрику за две минуты в индии очень долго все делается но не в этих случаях но не в случаях с кофе и не случаях с баджаджем все я поехала короче все будет отлично замечательно а и и и и и и и и и это и и Где-то около двух часов дня заканчиваются занятия. Очень много детей, просто очень-очень все разнообразные. В школе учатся очень многие, но здесь говорят, что школа платная. Вот такие вот трафики, дети освобождаются, помогают полицейские. Короче, все, школа. Почему-то я никогда здесь не останавливалась. Это в Сеолиме место, где находится вот такое дядя Миша. Очень интересное место, я на что? Черри. Опенинг хаус. Это у нас приют для коров. Прикиньте. Вот такая сутка. Много-много-много коров. Ой-ой-ой. По-моему, они меня увидели. Ай-ай-ой. Класс. Короче, это у нас место, где берут над коровами шефство. Такая вот у них есть галерея, в которой они живут. Вон она. И двор, в котором живут коровы, которые были бездомные, а теперь стали домашние. И их будут восстанавливать. Ну а что, я все еще еду. Такие колоритные места, что грех не остановиться. Ну что, Монтану ее починила. И мы поменяли вот этот блок. На руле кнопка. А мне Андрюха говорил, что там может кнопка не работать. Я такая, да не, Андрюх, такого не может быть. С кнопкой все ок. Тут в аккумуляторе дело. Ни хрена, ребят. Оказалось, все дело как раз вот в этой кнопке было. И вот здесь вот еще был один плачок, который теперь не видно. Он вообще развалился, нахер. Потому что все, можно ездить. Такая вот у меня тут татуха на спине. Я пошла домой. А у нас вот такая погодка. Все идеально. Ну-ка, и кто это у нас идет? Смотрите-ка. Я тебя узнаю. На нейтральной территории. Чешет ко мне. Смотрите, смотрите, смотрите. Бежит, 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 бежит. Опа. Не мимо. А явно ко мне. Это мать многодетная. Тройня, которая имеет. Все понятно. Тебя вороны не унесут? Я домой. Нет, нет, нет. Я тут живу как будто в деревне. А что, как будто в деревне живу. Смотрите, она сейчас там появится. А она? Но нет. Если она здесь, хотя бы это значит, что ее нет у меня дома. Все раз произошло. Она ела с моего стола. Слава богу. Нету кошки в гостях. Ну что ж. Будем шить. Это я беру. Вы можете сделать для меня этот новый? Друзья. Все, я еду ставить себе поворотники. Пипец. Несекундный покой. Знаешь, это вот мое. Ну, короче. Несекундный покой. Короче, я так что приехала домой. И что вы думаете? Я выезжаю ставить поворотники. Вот так вот выглядит мой байк, когда он без поворотников. Совсем скоро. Вот здесь вот. На месте этих ржавых штырьков. Ммм. Мем-мем-ем. Появятся нормальные так себе поворотники. Ну что, поехали. Рис уже растет во всем. Сижу в засаде. В Грамболе. Жду, пока начнут в моем байке ставить поворотники. Я что-то устала без поворотников ездить. Решила, что надо показывать, куда я поворачиваю. Влево-вправо. И что я хочу вам сказать. Собственно, опять жду. Боевание. Пока починят мой байк. А еще я себя, походу, всадила в глаз. Вот здесь вот ногтем. И рассудрала кожу. Ну ничего, так бывает тоже. Все отлично. День очень длинный. Дел дохренища. Одно дело в день. А тут уже седьмое дело. Я не знаю. Меня, мне кажется, нафиг мне придадут люди. Ну, короче. Буду сидеть, монтировать, пока он делает мой байк. И пить свежевышный сок. Какие-то такие у меня планы. Что если я когда-то и выйду замуж, то только за мужчину на байке. Я сейчас смотрю, но это уже просто табуретка на колесах какая-то, на которой едет два человека. Два человека на табуретке. А байк это все-таки сила. Улучшается у меня 200 кубиков. Все улучшаю, улучшаю. Прям улучшать, улучшат его. Короче, когда мне этот байк достался, он был в худшем состоянии, нежели сейчас. Ну, все-таки есть русские, я смотрю. Беляши тоже ездят. Класс. Ребята проехали с удочками. Индиецы. Тут, кстати, сейчас это, как это сказать, сезон подводной охоты открыт. Короче, везде вода и везде рыба. И так будет до ноября. Очень и очень и очень спокойно. Благостно. Ждешь, 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 всегда ждешь. Чего ты ждешь, что что-то изменится, что кто-то починит твой байк. Или кто-то что-то сделает для тебя. Ну, короче, ждем. И упорно отдыхать. Моего пепелац мой забирает в починку. Вот тут вот скоро появятся два поворотника. Чик-чик. Все работает. Сижу в засаде, наблюдаю. Сначала мой байк, потом ваш. Извините, мужчина. Короче, если бы я была тупая, я бы, наверное, сейчас очень сильно занервничала. Он взял мой байк и уехал. А я знаю, зачем он уехал. Он уехал к болгарке, чтобы срезать старые крепления от моей фары. И нацепить новые лампочки. Мне написала Свет Калявкина. Я у нее возьму, наконец-то, пиявочек. Поставлю, почищу свой организм пиявками. У Свет Калявкина они всегда есть. Средние по 80, между прочим. Красота. Сегодня день байков, мапса и прочих там головняков. Поехал срезать старые крепления. Будем навинчивать новые. Не уверена, что это будет быстро. Ну, что быстро у нас? Быстрота хороша при ловле блох. А не при починке байка. Пиявки завтра будут моими. Завтра поеду за здоровье заниматься. А, смотрите, у нас обгорел. Нос и щеки обгорели к херам. Короче. Он вернулся. Он вернулся и делает мои поворотники. Может быть, сейчас я тогда здесь расплачусь и пойду посмотрю, как он их будет цеплять. Это вполне возможно, что же может быть интересно. Но на самом деле я за сегодня очень сильно встал. Лучше всего, чтобы люди занимались своими делами и своими обязанностями. И не навязывали свои обязанности другим людям. Ну, короче. Он мне сейчас снимет. Закисло все так. Он откручивает, он аж вместе с байком свой этот ключ прокручивает. Ладно. Посмотрю, что будет. Сейчас один хотя бы поставит. И я уже гляну. А вообще, держите в чистоте и в рабочем состоянии свои байки, свои машины. Это очень важно. Следите за ними. И не запускайте. У меня здесь такой вот кармашек. Здесь обычно лежит Дашка. Вот такая же. А у вас кто лежит в кошельке? Что касается одежды, у нас все есть. У нас есть доставка. У нас есть сайт Amazon, который доставляет прямо до дома. Если вам нужны какие-то брендовые вещи, можете меня спросить. Я вам могу прислать отсюда через сайт Global Bay. Это сайт моего друга Никиты. Так что вы можете красиво и классно одеваться и без импорта. В Индии очень много классных качественных вещей. На самом деле абсолютно все магазины открыты. И если у кого-то есть ломка по поводу европейских вещей, или какого-то высшего класса, собственно, одежды, то вы можете обратиться ко мне. Я вам с удовольствием пришлю. Две руки ребята делают. Не могут скрутить старое крепление. Я сижу. Ну, ребят, не получилось у нас скрутить... Не получилось у нас скрутить вот этот болт. Он вообще приржавел. Так что мы в следующий раз. Вон они там, у меня лежат поворотнички. Сейчас мы выкатим Монтану, и потом уже будем делать... Не сегодня. Не всегда все происходит так, как мы хотим. Так что я поехала в сторону дома, и все отлично. Потом будут поворотники. Прожила три года без поворотников, и еще два года проживу без поворотников. Два дня без поворотов можно. Это самое дорогое животное в Индии. Шикарные совершенно белые валы. Которые... У него даже свое... Не, сто процентов есть. Его моют. Такие валы стоят где-то от 10 могут стоить до 40 тысяч долларов. Прикиньте. Так что это самая дорогая тачка. Вот она пошла. Вот так выглядит. Ну что, сегодня так и не появились у нас поворотники. Но это лишь потому, что она очень старый байк, и ничего не открутилось. Так что поездим еще немножечко... Пару дней без поворотников. Без поворотников. Вообще, я вернулась домой, и очень сильно рада. Бывают такие... Знаете, состояние рада-рада. Ну, короче, рада, чтобы ехала домой. Устала. Как собака здесь сегодня. Вон, даже загорела. Ну, как загорела, обгорела. Красная, блин. В круглосе заехала. Пипе. Ладно. Идем дальше. Продолжение следует...